Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я с парнем практически два года в отношениях, и недавно начала чувствовать, как будто остывал. Однозначного раздражения или нежелания общаться с ним у меня нет, просто какой-то слегка холодок внутри. Мне по-прежнему приятно и хочется с ним обниматься, заниматься любовью, хоть и реже, но на протяжении дня мне хочется ему писать, узнавать, как дела на работе, отправлять всякие смешные картинки или новости, но он чувство холодка и иногда дискомфорта меня расстраивает. Также я начал обращать внимание на других парней, у меня нет желания с ними флиртовать, и я даже часто говорю о своих отношениях и о своем парне. Но после общения с некоторыми парнями, наши диалоги крутятся у меня в голове, и я задаюсь вопросом, а все ли у меня хорошо в отношениях. Эти мысли начали причинять на дискомфорт, иногда мне не хочется домой, мы живем вместе с парнем. Я переживаю, что это из-за него, хотя, наверное, из-за моих мыслей. Иногда мне начинает казаться, что мы совсем чужие друг к другу, но в такие моменты стараюсь делать шаг навстречу и заважив диалог с парнем, предлагаю ему что-то посмотреть. В целом, мне довольно комфортно, мне нравится, как уважительны и нежны мы друг к другу, как проявляем чувства. Но дурацкий вопрос, что не так, неужели моя любовь начинает исчезать, мучает меня. Я надеюсь, что это просто одна из не совсем приятных стадий отношений, я смогу ее пережить и сделать правильные выводы. Ну, конечно, здесь самым лучшим способом максимально, так вот, экологично, если можно вот такое слово подобрать, разобраться в ситуации, да, это пойти на психотерапию, вот. То есть выбрать психолога и просто, как бы, поисцеливать вашу жизнь, вот. Я бы сказал, что то, что вы описываете, выглядит как некоторый страх перед отношениями. То есть страх перед близостью и, вместе с тем, следствие определенных перемен и неизбежного развития в отношениях. Когда, может быть, первая влюбленность прошла или первая влюбленность проходит, что нормально, вот. А чего-то другого, на чем бы вы выстраивали свое, вот, взаимодействие, например, с партнером, у вас еще нет. Может быть, также, то, что вы начали ловить себя на мысли, такой, не очень, не очень приятный, не очень хороший, что... Не можете быть собой человеком. Такое тоже вполне себе может быть. Это, вне всякого сомнения, неприятно, но это запрос уже, я бы сказал, на семейную терапию, то есть на парную терапию. То есть, чтобы вы, вместе со своим мужчиной, да, вот, обратились к специалисту и поработали бы над этим, вот. Так как это, ну, вот, весьма важный аспект, как мне кажется. Я думаю, я думаю, что есть у вас и характерное такое, я скажу сейчас немножечко тавтологию, но есть у вас характерное отношение к отношениям. То есть вы, как будто бы, в известной степени, боитесь отношения потерять, вы боитесь, что они закончатся, вы тревожитесь по этому поводу. И, на мой взгляд, это может быть также предметом терапии. То есть, вы хотите, в данном случае, ну, вот, что называется, любой ценой отношения сохранить. То есть, вы, как будто бы, в данном, ну, в данном случае, не готовы, вот, допустить, например, что ваши отношения могут закончиться. Вот. А правда в том, что они, ну, действительно могут закончиться, они действительно могут завершиться. Такое действительно может произойти, и это нормально. И невозможность для вас, например, внутренне отпустить человека, да, свидетельствует о том, что вы, может быть, чересчур привязаны, чересчур привязаны к нему. Вот. И, конечно же, ничего хорошего в этом для вас быть не может, потому что это не свободы, это тревога и так далее. Да? Есть у вас, как мне кажется, и требования по отношениям. То есть, вы требуете от себя каких-то определенных чувств, вы требуете от себя каких-то определенных действий, вы требуете от себя каких-то ощущений обязательно. Вот. Но правда в том, что люди это не роботы и могут испытывать разные эмоции, разные ощущения, разные переживания. И, на мой взгляд, если вы чувствуете холодок, ничего страшного в этом нет, конечно же. Вот. А важно только, чтобы вы были по возможности искренне со своим мужчиной, с одной стороны, и поисследовали, что это с вами происходит с другой стороны. Да? Либо сами на индивидуальной психотерапии, либо на оперной психотерапии с молодым человеком. И в таком случае тогда у вас все в этом смысле будет так, как должно быть. Ну вот. Постарайтесь увидеть, по поводу чего ваша тревога. Чем так страшно, что, ну, вы действительно могли разлюбить мужчину и так далее. Чем за вас это так страшно? Попробуйте, пожалуйста, этот аспект сформулировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу у нас с собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok